Дай почитать. И шесть частей, повествующих о Генделе, Гайдне, Шуберте, Чайковском, Дворжике и Фаре. Необходимо отметить, что и сами главы, посвященные тому или иному композитору, дробятся. Здесь и биография, и истории жизни, и музыка, и что послушать. Лично на меня произвел неизгладимое впечатление папаша Гайден. Может, потому, что он дружил с гениальным Моцартом? Но Гайден ведь старше Моцарта и при отъезде в Англию задумался над своей судьбой и возможной кончиной. Однако умирает Моцарт, в сущности, молодой мужчина 35 лет от роду. Гайден до конца своих дней при воспоминании о Моцарте рдал. Производит впечатление и наш Петр Ильич Чайковский. Для англичанина, автора Стивена и Серлиса это необыкновенно тяжелая тема. Ведь у русских бесконечная снежная зима, суровый православный хор. А главное, будущего гениального композитора застает его гувернантка Фани за неприятным и недипломатичным занятием. Он буквально плюет на все страны мира на карте, кроме России. Францию, чтобы успокоить мадемуазель Фанни, прикрывает рукой. Вот он, русский дух. И подтверждение мысли Суворова. И один в поле воин, коли он по-русски скроет. Вот и Чайковский. Исключительно русский композитор. Да, со своими слабостями. Да, сидевший под диваном из-за нежелания встречаться с баритоном. Просидел, между прочим, композитор под диваном три часа. А потом, после ухода баритона, вылез из-под дивана и написал для баритона долгожданную оперную партию. Давайте, дорогие слушатели, почитаем эту книгу и послушаем концерты Чайковского. Первый, четвертый, пятый, шестой. Посмотрим три потрясающих балета «Лебединое озеро», «Спящую красавицу» и «Щелкунчик». И придем в восхищение от мировой музыки и русского искусства «16+.» Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать!